Глава вторая Книги Неемии И сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которые при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мной царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал это Санаваллат, Харанит и Товья, аммнитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и пробыл там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины, перед источником драконовым, к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью, и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил, и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я до толи ничего не открывал. И сказал я им, — Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем? Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком унижении. И я рассказал им о благодевшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, — Будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Санавалат, Харанит и Товья, Манитский раб, и Гешем, Аравитянин, смеялись над ними, и с презрением говорили, — Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя? Я дал им ответ и сказал им, — Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы, его станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...